Друзья, всем привет. Делаю сегодня массаж гуаша скребком. Больно? Буду компрессией воздействовать на клиента и буду зону стабилизировать. Компрессия дает лимфодренажный эффект. Переставляя руку, не просто придерживая клиента, а воздействуя полностью всем своим весом, перенося вес на свою руку на основание ладони, вы создаете компрессионные движения и способствуете оттоку межклеточной жидкости. Смотрите, какая гиперемия. Я, конечно, еще нанесла разогревающую эмульсию. Скребок это все усиливает. Вот такая эмульсия до массажа, разогревающая с эфиром никотинки и маслом корицы была нанесена минут 10 назад. Через 10 минут она максимально начинает работать. Любые массажные техники усиливают ее эффект. Внутренняя поверхность послабее. Можно делать выжимания. Но выжимания тебе сейчас будет больно. Больнее, чем поверхностные. Если они не спешат, то они не очень. Поверхностные все равно более легче. У тебя купальник очень красивый. Спасибо. Надо куда-то выгуливать на массаж. И структура такая ткани. Необычный цвет. Внутренняя поверхность. Здесь рукой удобнее, конечно, я работаю. Кисть изгибается, чтобы этого не происходило такого движения, как я сейчас делала. Либо локоть надо выдвигать ровно, держать и стоять от клиента здесь. Тоже надо все время себя контролировать. Либо брать скребок в другую руку. Задела немножко кость. Чувствительно могло быть. И внутренняя поверхность бедра более медленно. Тоже рекомендую, когда скребком работаете, нанесли все средства. Масло, эмульсий. Чем бы вы не работали. Потом можно скребок протереть, чтобы он не скользил в руках. Если вы хотите более жестко работать. Сейчас я работаю поверхностно. Более мягко. Более мягкие движения поверхностные. Поэтому он не выскальзывает. Вот такая гиперемия. Даже эта зона разогретая. Это более прохладная. Здесь кажется, что рука у меня холодная. Здесь кажется, что горячая. Здесь зона, температура тела повысилась и зона разогрелась сильно очень. Здесь как угодно можно держать. Как удобно. Здесь опять же по интуиции. Как вам удобно. Как меньше вы устаёте. Это самое важное в массаже для мастера. Чувствуете, что у вас какая-то мышца напрягается сильно. Меняйте стойку. Приспосабливайтесь, чтобы вам было более комфортно. Икроножные мышцы быстро прорабатывать. Это не комфортно максимально для клиента. Здесь, конечно, более комфортно медленно работать. Смещаю мышцы. Здесь могу придерживать зону. Для клиента будет это комфортно. Ему не нужно будет себя в пространстве балансировать и другой рукой также. Работаю на этом немножко ноге. Так как я правша, мне хочется всё время правой рукой работать. Я иногда забываю про технику. Если я это делаю, то потом начинают болеть суставы. Нужно постоянно обращать внимание на собственное тело. Как вы стоите. Какие мышцы у вас напрягаются. Также обращать внимание на движения, которые вы делаете. Как вы их делаете. На реакцию клиента. Постоянно должен быть баланс внимания на себя, на клиента. Видите, какой хороший эффект дает скребок вместе с разогревающей эмульсией. В описании к видео будет описание к скребку, эмульсии. Могу отправить в любую страну мира. Оставляйте заявки на моем сайте курса массажа Ольги Бугановой на приобретение онлайн обучения. Все, друзья. Всем пока. Пишите в комментариях, как вы делаете антицеллюлитный массаж быстро, медленно и какие используете средства для антицеллюлитного массажа. Поделитесь. Пока.